Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова предлагает вашему вниманию обзор книг «Образ Татьяны в русской литературе». Мы предлагаем вспомнить литературные произведения, где главный героинь зовут Татьянами. Итак, она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной не привлекла пана очей. Татьяна Ларина – любимая героиня поэта Александра Сергеевича Пушкина, самый известный женский образ русской литературы. Это девушка с тонкой душой, богатым внутренним миром и высокими нравственными идеалами. Образ Татьяны Лариной, сотканный из нежности и романтичности, вместе с тем невероятной силы духа, навсегда вписан в сокровищницу русской литературы. Характеристика Татьяны Ларина имеет большое значение для понимания личности главного героя Евгения Онегина. Безграничная любовь Татьяны, ее целостная натура, моральные принципы, как нельзя лучше отражают личную трагедию Онегина, не сумевшему вовремя разглядеть в простой скромной девушке гармоничную натуру, способную составить его счастье. Почему же Татьяны Милый Идеал так дорог поэту? Татьяна самобытна, чиста, добра и искренно в своих чувствах и в своих словах. Она отличается преданностью, верностью и способностью любвить. Образ Татьяны Лариной совершенный в понимании поэта образ женщины, олицетворения женской верности и искренности. Имя Татьяны Шестовой, главной героини романа Тургенева «Дым», связано с образом Татьяны Лариной, героини романа Пушкина Евгения Онеги. Это указывает на эталонную совокупность черт и качество характера невесты Литвинова. Она нравственна, чиста душой, предана избраннику и во имя дорогого человека готова пойти на жертву. Литвина у Татьяны по-настоящему дорога. Он вспоминает и говорит с ней и о ней с особой добротой и нежностью. «Ты одна, мой ангел, мой добрый гений, тебя одну люблю и век любить буду». Цвет волос является важным признаком историко-культурного свойства. В частности, волосы светлорусы – это любимый цвет у греков и римлян. Все гомеровские герои – белокуры. Именно в такой традиции Тургенев создает облик Татьяны Шестовой. Невеста Литвинова была девушка великороссийской крови, русая, несколько полная и с чертами лица немного тяжелыми. Но с удивительным выражением доброты и кротости в умных светлокариях глазах, с нежным белым лбом, на котором, казалось, постоянно лежал луч света. Светом для главного героя становится именно Татьяна. Невозможно забыть и не рассказать о реальной Татьяне – Татьяне Берс, которая подарила нам Наташу Ростову, став ее прототипом. Татьяна Берс оказалась самой большой любовью брата великого писателя Льва Толстого – Сергея, которого будущий классик обожал и считал идеалом человека. Как же было Льву Толстому удержаться и не вывести Танечку Берс в образе самой обаятельной своей героини? «Я тебя всю записываю», – говорил невестке Лев Николаевич. А под его пером постепенно рождался образ Наташи Ростовой – прелестного юного создания, светящегося изнутри от счастья и искренности. Естественность манер, ошибки во французском, страстное желание любви и счастья, присущее реальной Татьяне Берс. Придали законченность образу Наташи Ростовой. «Чехов» Татьяна Репина. Драма в одном действии Антона Павловича Чехова. Написана была в 1889 году и представляет собой продолжение пьесы Суворина Татьяна Репина с теми же персонажами. В период создания пьесы Чехов дружил с Сувориным и деятельно участвовал в постановке его Татьяны Репиной в Москве. В чеховской Татьяне Репиной изображено церковное овенчание двух персонажей Суворинской пьесы – Олениной и Сабинина. И истерика в толпе «Дамы в черном», которую приняли за отравившуюся Татьяну Репину. Татьяна Павловна является одним из самых колоритных персонажей романа Достоевского «Подросток», несмотря на свою посредническую и второстепенную роль в сюжете. Будучи одинокой женщиной, в возрасте она обладает подвижным умом, деятельным и резким характером, прямолинейностью в сочетании с деликатностью, а также необычайной остротой на язык. Татьяна Павловна Прудкова поначалу с подростком устанавливаются у нее враждебные отношения, наругает его за поведение, необдуманные слова и поступки, укоряет сыновья и неблагодарности. Тем не менее, ее постоянные критические выпады несут в себе оттенок простодушия и безлобия, и обращены скорее в назидание, имеют воспитательную цель. Солидный возраст и уважаемое положение в обществе не мешает Татьяне Павловне Прудковой сохранять в себе нечто юношественное, подростковое, горячность, безапелляционность, максимализм, задор. Вместе с тем ей присущий опыт, мудрость, знание жизни и людей. Татьяна Марковна Бережкова из Обрыва-Гончарова. Двоюродная бабушка Райского. Но в романе персонаж очень авторитетный. Всем опора и советчица. Таней звали сестру главного героя Набоковского дара. Это Таня у Набокова. Персонаж структурообразующий. Хотя в тексте она не появляется, а предстает перед нами только в воспоминаниях и стихах Годунова-Чердынцева. Сестра Таня – товарищ по беготне, шумным играм в индейцев и закатыванию меча поднянен комод. Еще одна Татьяна из сказа Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». Судьба этой героини сложилась весьма необычно из-за шкатулки, которую подарил ей покойный отец. В детстве Танюшка очень любила играть с подарками отца. Когда же подросла, к ним в дом забрался вор. Он хотел убить ее и забрать в шкатулку. Но в этот момент Татьюшка так посмотрела на него таким взглядом, что он ослеп. В ней была необычная сила, связанная с этой шкатулкой и ее драгоценностями. Татьяна считает себя особенной, ни на кого не похожей девушкой. Например, когда она приезжает во не оказывает должной чести царица, считая, что и сама достойна не меньших похвал. В конечном итоге неизвестно, куда героиня пропадает. Автор оставляет этот вопрос открытым. В образе Танюшки Бажов угадывает черты самобытного русского народа. С одной стороны, своя нравия, гордость, а с другой трудолюбие и преданность мастера своему делу. «Юность Тани» – это первая часть трилогии «Открытая книга» Каверина, посвященной жизнеизвестной деятельности советской медицины. Это часть трилогии о взрослении Тани Власенковой, охватывая от ее детства учебу в медицинском институте. Здесь и выбор ее жизненного пути, и отношение к людям, которых она встречает, хорошим и не очень, предательство, внутренняя борьба, любовные переживания. Просто жизнь, как она есть. Реально существовавший прототип главной героини микробиолог Зинаида Ермольева, прославившаяся исследованиями холерного вибриона и разработкой лечения с помощью бактериофагов, которое было применено ею в осажденном Сталинграде для предотвращения эпидемии холеры. Это произведение – возможность прикоснуться к истории микробиологии, первым шагам к получению антибиотиков и вакцин в СССР, работе ученых в начале 20 века. Книга писалась в непростое время репрессий и преследований, в том числе и врачей, и автору приходилось быть очень осторожным, чтобы произведение напечатали. Еще одна героиня – Таня Рябинина в пьесе Арбузова «Таня». Эту пьесу принято считать блестящим театральным дебютом драматурга. Главная героиня – натура неординарная, самоотверженная, цельная личность, тот самый алмаз пыли, который можно не разглядеть с первого взгляда. Исключительность ее заключается в особом поэтическом видении мира. Живет она в одном из тихих арбатских двориков. Бросила мединститут, чтобы посвятить всю себя любимому мужу Герману. У нее скоро должен родиться ребенок, а проект германовской драги признан наилучшим, а значит жизнь удалась. Но происходит великая драматургическая вдруг. Вдруг Татьяна узнает, что Герман любит другую. Жизнь ее рушится, как кукольный домик. Она уезжает на север и становится врачом. Разведчик Татьян. Рассказ Леонида Соболева из книги «Батальон четверых». Этот рассказ о девушке Татьяне, морской разведчице. Во время Великой Отечественной войны она воюет наравне с мужчинами. И бывают чужие люди принимают ее за мальчика. Поэтому в шутку ее прозвали разведчик Татьян. Вот как ее описывает автор. Смелая, выносливая, осторожная и хитрая. Она водила моряков по деревням и хуторам, где знала каждый тын, каждый кустик. Прятала их по каменоломням, находила тайные колодцы и, наконец, когда путь, которым они прошли в тыл врага, был отрезан, вывела разведчиков к своим через лиман. Соратники относились к ней очень бережно, все уважали и любили ее. Она была душой компании и никому не позволялось ее обижать. Когда однажды Татьяна не вернулась в задание, попав под обстрел, это было большим горем для сослуживцев. Спас ее великан Ефим. Отвлекая неприятеля на себя, он получил тяжелые ранения, но наказал не говорить Татьяне, если он умрет, чтоб она не знала. Живой буду, сам скажу. В книгу вошли избранные рассказы писателя-мариниста Леонида Соболева из книги «Морская душа» и очерки из книги «Дорогами побед» о героических матросах Черноморского флота, об обороне Крыма и освобождении Севастополя от фашистских захватчиков. Историю двух сестер, двух Татьян рассказывает в своем литературном проекте Дмитрий Вересов. Ворон. События берут начало в далеких сороковых годах прошлого столетия и развиваются вплоть до наших времен. Рассказывается о непростом жизненном пути двух женщин, приходящихся друг к другу сводными сестрами. Таня Сабаняева из книги Фраермана «Дикая собака-динго» или «Повесть о первой любви», героиня лирического, полного душевной теплоты и света произведения о дружбе, о нравственном взрослении подростков, о чистой и трогательной первой любви. Сегодня эта книга почти забыта, но когда-то подростки этой книгой зачитывались. Главную героиню тоже зовут Татьяна. Таня Гроттер, героиня книг Дмитрия Емца. Таня обладает спортивным телосложением с муглым цветом кожи, у нее пышные рыжие кудрявые волосы, небольшая родинка на носу, последствия оказавшаяся талисманом четырех стихий. Из-за выявленных магических способностей Тане девочку забрали в Тибидохс, который стал ее родным домом. Здесь Таня пережила множество приключений и нашла новых друзей. Цикл книг Дмитрия Емца Таня Гроттер – это пародия на книге о Гарри Поттере, как и в случае с циклом «Волшебник изумрудного города», первая книга очень похожа на западный первоисточник, а дальше отечественный автор начинает творить свой собственный мир. Дмитрий Емец создал сеттинг, в котором полно инверсий, включая гендерную, и замен английских реалий на российские, а западной мифологии на славянскую или древнегреческую. Книжные Татьяны, они есть, они не всегда заметны. Кто-то в тени других персонажей, кто-то нарочно прячется, а кто-то очень даже на виду. Поздравляем всех Татьян с наступающими именинами. Предлагаем рекомендательный список литературы.